Слоны На которых есть четыре колена Я думаю, что пора переходить к делу Сегодня мы будем заниматься интересными вещами В частности, мы будем JavaScript натягивать на Blazor Ну или наоборот, если хотите В прошлом видео мы сделали подключение Blazor к нашему проекту SP.NET Core Если помните, это было очень просто Если не помните, посмотрите предыдущее видео В общем, мы сделали такой проект, который называется ColorBongo Razor Library Прошу прощения И в него по умолчанию При генерации шаблона вставился какой-то компонент Мы его заиспользовали, так сказать И я хочу сейчас запустить сайт И показать, что, собственно говоря, на себе представляет Итак, на странице просмотра сайта в отдельности То есть отдельно от всех На своей личной страничке, так можно выразиться Есть вот этот компонент Который, собственно, отображается вот в этом месте и в этой сборке Какая задача на сегодня? Ну, в общем-то, смотрите Задача-то на самом деле простая Включить так называемую нотификацию пользователей То есть вот эти вот тостеры, если так можно выразиться Выплывающие панельки с информацией разного цвета Которые будут показывать пользователю, администратору разную информацию Например, когда я хочу скопировать вот эту вот ссылку То есть вот на этот сайт Я хочу на нее кликнув Ну, то есть, когда я на нее кликну Я хочу, чтобы у меня где-то вот Вот таким вот способом Где-то вот Вот здесь вот выскочило сообщение Там ссылка скопирована Ну, или, например, вот здесь вот где-то Ну, в общем-то, это рояль не играет Я хочу показать библиотеку, которая существует Тостер ее сделал один очень хороший человек В общем, вот такие вот нотификации Как бы выскакивают и показываются разработчику Если он там что-то делает со своим Или пользователю, который зашел на сайт, например, скопировав В общем-то, вот эту вот ссылку этого факта Чтобы отправить ее дальше Ну, и как вы видите, есть некоторые конфигурации Вот сегодня мы как раз и сделаем таким образом Чтобы можно было любое сообщение выдать наружу При помощи вот этой вот сборки Ну, и первое, что нужно сделать, естественно, эту сборку установить Давайте я сверну Это я пока закрою Мы найдем тот самый компонент Вообще, давайте сначала почистим проект И удалим то, что нам не нужно Ну, а чтобы определиться с тем, что нам не нужно Давайте откроем страничку, где у нас как раз отображался этот факт Это был этот компонент Вот он, этот компонент И я его отсюда просто удалю Потому что он мне здесь совершенно даже не нужен Дальше, мне нужно удалить сам компонент Потому что, ну, я потом, когда мне потребуется Создам свой собственный Так, у нас здесь есть CSS Да, и он ссылается на background.png Это значит, что и background.png можно тоже удалить И я это как раз вот сейчас вот так вот сделаю Дальше, наверное, нужно сделать что-то хорошее Смотрите, вот это вот example.js interrupt Это, в общем-то, любезно сгенерированный в Visual Studio файл Который уже умеет обращаться к JS Runtime То есть к движку JavaScript Загружать модули Вот по этому вот адресу В общем-то, давайте тогда вот эту штуку Опс, никто нажал Переименуем Я ставлю здесь название Interrupt И давайте вот так вот назову его Razer Interrupt Или давайте, нет Я, раз это library, давайте назову его Razer Library И, соответственно, вот этот вот компонент Я тоже переименую, назову его Пусть он так и называется Razer Library В общем, он будет, как бы, использоваться потом в коде И я буду понимать, что я обращаюсь к сборке Которая находится в другой, так сказать, сборке Здесь я сделаю некоторые переименования И здесь, наверное, я тоже Нет, не так сделаю Я скажу вот так вот В общем, у меня собрался Да, вот Упс, один момент Вот таким вот образом И вот эту штуку я тоже перенесу на новую строчку И вот эту тоже Так, и, в общем-то, что Смотрите, у меня здесь есть уже кое-какая команда Давайте я пока ее оставлю В общем, что здесь самое главное Главное, что это disposable объект Здесь вызывается и dispose В общем, это будет работать, как бы, из коробки Мне этот компонент остается И теперь мне нужно что сделать Мне нужно сделать Штуку, которая, на самом деле, позволит Ну, во-первых, вот это вот мне не будет Давайте я ее удалю И теперь мне нужно подключить Сам JS То есть, ну, как бы тут ни крути Все равно без JS Никуда не деться JavaScript, он все-таки умеет работать С разметкой Он умеет работать с тегами То есть с дом-моделью Документ-объект-модел, которая И, в общем, Blazor пока это делать не умеет Во всяком случае напрямую Поэтому будем использовать его И для этого нам нужно Первым делом Подключить тот самый Ну, вот здесь вот Есть у нас уже Bootstrap, jQuery, Validation Надо сюда еще Каким-то образом Запихнуть тот самый Тостер Ну, а сделать это можно Несколькими способами И в том числе Просто использовать Так называемый Cloudfire, например Ну, то есть CDN, да То есть Content Delivery Network Который Вот такие вот Типа файлы Содержат где-то там У себя Их на самом деле много Но здесь уже Вот есть MiniFile Опция И, в общем, вот Единственное, что нужно сделать Мне нужно скопировать Link Переключиться сюда Ну, и раз я буду это делать На странице просмотра Show То есть Нет смысла где-то еще Загружать В общем-то Как я говорил раньше Другие Страницы Чтобы это было везде На всех Ну, я вот таким вот Таким образом SRC Равно И подставлю Вот эту страницу Здесь у меня загрузится JS И теперь Примерно то же самое Мне нужно сделать CSS То есть разметку Я копирую именно Link А не страницу Чтоб целиком Ну, и как вы понимаете Это скрипты У меня загрузились скрипты Давайте проверим Что у меня Сейчас в разметке Есть место Что-то типа Хедера Куда мы можем Втыкнуть Воткнуть вернее Да, у меня вот Есть хедеры И в общем Если я вот здесь Напишу Вот так вот Section Headers Нет, с пробелом Конечно Вот То вот здесь я могу Вставить уже Непосредственно Ну вот Тот самый CSS Здесь у меня будет Link Здесь у меня будет SRC Нет, скрипт Нет, скрипт Нет, я не помню Здесь будет href Я вставлю эту ссылку Скопированную И Сейчас Как он называется Там Style Нет Style shit Ой, ну конечно же Real Style shit Да, вот так вот То есть Я на этой странице Буду показывать Это То есть Для этой страницы Будет загружаться Этот скрипт CSS На других Я не буду показывать Поэтому мне не нужно Но Опять же Я уже показывал На предыдущем видео Что именно на этой странице Я буду использовать Blazer И для этой страницы Я втыкаю Эту ссылку На этот Blazer Если вы это Воткнете На главную страницу Вот сюда То у вас будет Загружаться Blazer Ну на всех страницах В общем я этого делать Не хочу Но вы вправе Поступать именно так Как вам нравится Ну и в общем Теперь у меня Это уже Так называемый Тостер Да, подключен И мне теперь нужно Сделать здесь Ну здесь тоже можно Поступить очень просто Смотрите Я могу Вот так вот Сделать И вот Настройки Отсюда Вот так вот Скопировать Для начала Ну вот мне нравится В этом углу Пусть он так и будет А собственно говоря Тип его Ну например Где-то здесь Вот Где-де-де-де-де Вот Саксесс Или инфо Вот если я сейчас Выберу инфо Нажму это То есть Подставлять уже Из параметров Ну и поэтому Я сейчас Это сделаю Таким образом Так Ну для начала Мне нужно определиться С названием функции Ну пусть она будет Называться Function Даже вот так И пусть будет Какой-нибудь Show Ну пусть будет Тост Ну вот Как-то вот так Так Сюда в параметре Мне нужно Ну во-первых Давайте сделаем Export Потому что мы будем Экспортировать функции И так Мне сюда Нужен Message Наверное Да Мне нужно сюда Title Потому что Тостер Это поддерживает И наверное Я сюда Буду прокидывать Type Чтобы сказать Какого цвета Должна быть Вот эта самая Выпадашка Дальше Дальше Первое Что я сделаю Я проверю Есть ли Глобальный объект Windows Не содержит Тостер То Мне нужно Ну в общем До свидания Сказать Я ничего не буду Сделать То есть Return И все Далее Мне нужно Сконфигурировать Этот тостер Настроить Вот этот самый Ctrl V Я вот так вот сделаю Который сейчас скопировал Windows Вот И установить Вот эти вот В общем то Опции И так И далее Мне нужно просто Вызвать эту функцию Ну и делается Ну давайте По старой Обрядческой Привычке Поставлю точку Запятой И здесь мне нужно В общем то Windows Нет Мне нужно Windows Toaster Сейчас еще раз Toaster Вот Здесь мне нужно Указать Type А здесь Нужно Его выполнить Сюда Пойдет Message И Message И соответственно Title Ну в общем как вы понимаете Ничего сложного нет Точка Запятой Привычка И теперь Вот этот вот Show Toast Мне нужно Вот из этой сборки Вызвать Ну в общем давайте Я вот это переименую Чтобы не писать Много кода Show Toast И здесь Мне тоже наверняка Потребуется Стринг Title И еще мне потребуется Стринг Который называется Type Но у меня по умолчанию Будет равняться Info Чтобы я каждый раз Его не забивал И здесь У меня есть Module Task И в общем у меня здесь Не Show Prompt Как вы понимаете Должно быть Show Toast Я скопирую Чтоб не ошибиться В общем то И сюда Я должен соответственно Передать еще Title И соответственно Type Вот Вот собственно Говоря И все Сейчас будем Запускать И проверять Ну А где это Можно проверить Ну давайте Допустим На главной странице Ну пусть будет Сайт При открытии страницы About Ну Сделаем Так вот var Inter Ну давайте lib равно New razor Library Мне нужно Сюда поставить Reference О Она у меня называется Одинакова Смотрите Я сделал Большую ошибку В общем то Все время забываю про это И давайте я вам расскажу Смотрите У меня название namespace совпадает с названием проекты. Поэтому у меня сейчас начнет выпендриваться вся эта штука так сильно, что в какой-то момент я, в принципе, потеряю возможность писать код. Давайте сделаем по-правильному и все-таки переименуем. Пусть это будет Razer Library. Ну, давайте я вот так вот назову, как я первоначально планировал. Interop, ну, то есть Interability. Да, хочу переименовать. И здесь, соответственно, Library пусть остается. Да, и теперь здесь... О, я не поменял название. Это, на самом деле, очень важно. Ctrl-V. Вот. И название здесь у нас все правильно. И здесь теперь Razer Interop. Все, закрываем. И теперь можно уже использовать. То есть я вот этот вот могу отсюда убрать. Он мне теперь не нужен. Я добавлю его в namespace. То есть вот он сюда попал. Далее. Мне сюда требуется получить GS Runtime. Давайте вот так. Давайте я его создам вот таким вот образом. Я хочу, чтобы у меня попал сюда IGS Runtime. Я его так и назову GS Runtime. Не буду изобретать велосипед. Naming convention работает прекрасно. Здесь добавим GS Runtime. И вот у меня готово lib. А, ну, давайте его тоже переименуем. Пусть это будет Interop. Она вот сама подказывает. И... О, я здесь не переименовал. Давайте здесь тоже сделаем уже до конца все, что было понятно. Проверяем. Library идет в Library. Interopt, Interopt. Отлично. Сохраняем. Смотрим. И теперь осталось вызвать этот метод. Но, к сожалению, друзья, здесь этот Interopt работать не будет, потому что... Ну, давайте я покажу, что он действительно не будет работать. Я напишу здесь test, запятая. Пусть будет title, запятая. Ну, пусть будет success. Хотя неважно, там подставляется info. Здесь нужно поставить await. Здесь нужно alt enter, чтобы выставлен await. Здесь точку запятой. Ну, а теперь смотрите. Открываем страницу about. Запускаем сайт. И сайт падает. Потому что в этом контексте он работать не будет. То есть, другими словами, для того, чтобы эта штука заработала, нужен специальный контент. И для этого нужен какой-то blazer-овский компонент, который, собственно говоря, умеет работать с pipeline. Ну, вот давайте покажу, где у нас тут about. Сейчас это мотаем. И вот я нажимаю about. И ба-бах. Да, вот как раз то, о чем я говорил. То есть, из-за того, что JavaScript interrupt работает в специальном месте, то есть, в специальном pipeline, он может работать только в компоненте. Потому что он рендерится статически. Ну, в общем, тут много чего написано. И для того, чтобы в компоненте вызвать, должен быть авторендер. В общем, другими словами, что я хочу сказать. Смотрите. Использование blazer на страницах ASP.NET Core приложения на самом деле кажется очень простым, если соблюдать несколько правил. Во-первых, компонент. Во-первых, нужно использовать компоненты. То есть, если у меня здесь вот есть ссылка, я открываю. И вот эта вот ссылка, вот это место, вот так вот покажу. Вот это место, это должен быть компонент. Другими словами, вы можете навстраивать и сюда компонент, и вот это компонент, и вот здесь вот может компонент, и вот тут компонент. И это будут отдельные компоненты на странице Razer, но они будут в виде blazer, да. И они могут между собой общаться, в том числе и общаться с JS, ну, вот этой вот самой страницы. Я думаю, что я доходчиво объяснил. Если нет, простите. Ладно. Другими словами, теперь нужно написать компонент, который будет отображаться в общем-то вот в этом месте, и в этот компонент уже можно будет строить использование этого интеропта. В общем-то, давайте теперь, в общем-то, этим и займемся. Итак, для начала давайте этот компонент как раз создадим. Первым делом я создаю новый файл NewItem, и буду его создавать специальным Razer-компонент. Вот, вы видите, Razer-компонент какой. Ну, и смотрите, у меня есть как бы сама с собой договоренность, сам с собой договорился, что все компоненты в Razer у меня будут заканчиваться на слово компонент. Потому что бывают такие моменты, когда компонентов слишком много, классы их обслуживающие больше еще даже, и получается, что у меня накладка, ну, в общем, вы именуйте как хотите, я буду называть. Я скажу копии. А, ну, допустим, факт-линк-компонент. Похоже? Похоже. Пусть будет факт-линк-компонент. Ну, и теперь у меня уже компонент есть. Разметка мне в нем такая, собственно говоря, не нужна. Единственное, что мне нужно, что у меня есть факт-линк вот такой. И мне вот сюда нужно будет строить этот самый компонент-линк, который будет отображать только ссылку и копировать ее. Теоретически вот это вот все можно было сделать компонентом, но я этого делать не буду. Я просто вот сюда добавлю как раз вот это вот использование. Ну, и для начала, где он находится? Вот он. Смотрите, у меня есть, ну, давайте вот так. Во-первых, можно здесь код разместить, который, собственно говоря, будет обслуживать этот компонент. Можно сделать ViewModel, который будет лежать внаружи, от него унаследоваться, его унаследовать от компонента. Я показывал на предыдущих видео где-то в демонстрациях Blazer, как это вообще делается. Ну, в общем, я сейчас сделаю реализацию здесь. Здесь просто напишу вот то же самое, что написано вот здесь. Даже не напишу, а скопирую, чтобы было побыстрее. Ну, и вот здесь вот в коде, если вы помните, там есть такая штука override и тот самый on after render async, тот самый метод. И вот здесь у меня уже должно теоретически появиться тот самый inject, который называется IGS, вот этот Runtime. Ну, пусть он будет Gs, нет, Runtime. Нет, маленькая буква пусть будет. Вот таким вот образом. Get и Set. В общем, я его заинжекту вот в этот как раз компонент. И в этом компоненте я уже смогу после рендеринга как раз сказать следующее. var interop равно new razer interop. И как раз сюда заинжектить этот Gs Runtime. И здесь я уже смогу сказать, ну, тот самый interop.showtoast. И могу здесь написать tralala какой-нибудь, запятая. И еще tralala, ну, пусть будет побольше. Ну, и пока без дополнительных. Естественно, должен быть await. Вот таким вот образом я это вот сейчас все сделаю. Ну, и вот эта штука мне уже не нужна, хотя, наверное... Ну, нет, она мне уже не нужна. Ну, и теперь я хочу этот компонент включить уже вот здесь. Можно для начала откомпилировать его. Ну, просто для приличия. Собрался. Теперь я вот эту ссылку заменяю на component type. Type of. Называется fact link component. И render mode сделаем сервер pre-rendered. Это можно убрать. Теперь можно запустить. открыть. Открыть. Смотрите, ссылка появилась. И это уже... Ну, давайте текст изменим чуть-чуть, чтобы хотя бы понимать, что это другой как раз компонент. Скопировать ссылку. Ну, восклицательный знак поставим. И еще раз, допустим, проверим, что это действительно работает, что компонент отображается. Ну, и... Открыть. Да, он отображается, но на самом деле я почему-то не вижу вот этого самого сообщения, который... А, здесь у меня нету blazer, да? Давайте сейчас проверим, что он тут действительно есть. Это можно закрыть. И на show blazer link есть. Очень странно. Framework, сервер. Так, значит, не может найти... Давайте... Давайте посмотрим, есть ли у меня... Да, смотрите. Я думаю, что он не может найти этот самый blazer.js, потому что здесь нужно указать BLA, base, href и вот такую вот штуку, чтобы это все заработало. Давайте проверим еще разочек. Так, давайте сразу включу DevTools. Отлично. Вот теперь у меня хоть что-то здесь появилось. Итак, у нас есть error, который говорит, что у нас connection... Очень странная, конечно, ошибка. Давайте еще раз проверим. Нет, не работает. Друзья, у меня сдается впечатление, что я вас обманул. Сейчас я проверю и... Так... Так, скорее всего, не подключен роут, да? Так, у нас сам blazer компонент отрендерился, а его бэкэндовская часть не до конца. Давайте посмотрим. Итак, у нас здесь сервер есть. MapRazerPage. Ну да, конечно, получилось фигня. На самом деле, я прошу вас прощения. Здесь нужно обязательно указать MapBlazerHub. То есть, это как раз то, что позволяет сигналару подключаться к системе вашего браузера. То есть, выдается наружу этот скрипт, который, в общем-то, вот где-то вот в этом месте мы и пытаемся найти. Давайте запустим еще разочек. Ну, в общем, как я предполагал, это видео снимается в реальном времени. В общем, прошу вас прощения, что совсем забыл про это. Тем не менее, давайте проверим, что теперь заработает. Так, у нас M12. Вот. Теперь у нас уже совсем другая ошибка. Exemption. Ага. Это уже говорит о том, что у нас Blazer нашелся. Socket подключился. А вот Razer Library она почему-то найти не смогла. 404. Давайте посмотрим, может я LibRary. Давайте проверим, что она ищет и где она его ищет. Так, это мы закроем и это можно закрыть. Еще раз. LibRary. F5. Ctrl-C. Enter. Ctrl-V. Так, а почему-то у меня LibRary называется. Коллеги, я что-то как-то прогнал. Давайте еще раз запустим. Ну, вот так вот, малыми шажками мы продвигаемся вперед. Ну, сейчас-то по идее должно же все сработать. Да, как вы видите, все сработало. То есть, я вас в предыдущем видео обманул. Недопоказал еще одну часть. Сам про нее забыл. И тем не менее, сейчас эта штука работает. Ну, и как вы видите, теперь у меня показывается это синее сообщение с непонятной надписью, что она работает. Осталось реализовать самую малость. По клике вот на эту штуку нужно, чтобы в буфер попадала информация о вот этом адресе. И помимо этого выдавалось зеленое сообщение типа скопировано. Ну, в общем, давайте в этой следующей части займемся именно этим. Так, это нам нужно все позакрывать. И нам для начала нужно создать эту функцию, которая будет копировать, которую мы потом будем дергать из этой, из блейзерского компонента. Ну, для начала давайте создадим эту функцию, которая будет называться export function, пусть он называется copy to clipboard. Вот таким вот образом. Ой, export key, почему key-то? Export to clipboard. Здесь мы должны передать value. Ну, смотрите, я пойду по пути наименьшего сопротивления. То есть, другими словами, я буду предполагать, что все пользователи, которые будут приходить ко мне на сайт, они используют современные версии браузеров. Ну, в общем, чтобы не извращаться, да. Почему? Ну, чтобы, блин, не использовать разные сборки, которые там, заглушки и хендлеры для старых версий браузеров, где вот этой функции нет. И я использую, как обычно, это вы всегда делаете, вот этот вот вариант. И здесь скажу return. В общем, у меня как бы все зашибись. Все выполнилось. Теперь мне нужно вот эту функцию прописать, как вы понимаете, в enter op. Ну и дальше, на самом деле, все сводится к тому, что вам просто нужно придумать название для этой функции. И здесь нужно указать copy to clipboard. Ну, понятно, что здесь должно быть поменьше значение. Давайте напишу value, что-то сегодня не получается писать. Уберем лишнее и напишем value. Вот так вот. Ну, в общем, теперь я готов вот эту штуку использовать уже непосредственно в самом компоненте. Что здесь такое? Во-первых, у меня есть span и это просто ссылка. Теоретически его можно превратить в ссылку реально. href сделать, в общем, в никуда. И он, давайте вот так вот, onclick равно copy. Ой, ну да, давайте так напишем copy. Так, тут, наверное, не получится. Тут придется... Нам нужно передавать не функцию, а... Да, нам нужно вот таким вот образом сделать. Мне нужно сказать, что... Мне же нужно передать значение туда, поэтому я вот так сделаю. Copy. Так, to clipboard. Ой. Нет, я сейчас здесь вот так напишу. Эта функция у меня будет местная. А вот здесь мне нужно добавить как раз ту самую функцию protected. Ну, видимо, task. Лучше всего использовать task. Copy. To clipboard. Так, дальше мне нужно указать string, value, value, и здесь просто... Давайте сразу напишем... var, inter, op, inter, op, равно new, как там... Razor, inter, op. Сюда нам нужен json. Так, давайте тогда здесь... А, здесь он уже есть. Точно. Я совсем забыл. JS. Runtime. И, в общем, дальше мне как раз нужно выполнить этот inter, op, как образы подобие, как было в предыдущем методе. Но уже сделать clipboard, соответственно, передать туда value. И, естественно, это будет await. И, естественно, это будет вот так. И, в общем-то, как-то вот так вот примерно это должно выглядеть. Но осталось дело за малым как-то вот в этот clipboard передать этот value, и я могу его взять откуда-то. Ну, во-первых, если использовать вот этот подход, то здесь мы увидим параметр, который нужно сюда прокинуть. И теоретически это может быть... Ну, посмотрите, можно создать вот такую штуку, которая называется параметр, и назвать его string link value какой-нибудь. пусть будет get set. Вот таким вот образом. И, соответственно, я этот параметр могу отдать сюда. Ну, и тогда копирование как раз произойдет вот в этом месте. Единственное, что теперь нужно, это, собственно говоря... А, ну, конечно же, он должен быть public. Это как бы без вариантов. И единственное, что мне теперь нужно этот link value как-то отдать в том месте, где у меня происходит вот это вот копирование. То есть, другими словами, где я открываю вот... Ой, вьюшку, не туда пошел. Вот, факт link. Мне нужно вот в этот параметр отдать дополнительный параметр, соответственно, который должен быть линком. Но если учесть, что у меня link, на самом деле, GUID, который сюда приходит, это идентификатор того самого факта, то, в общем, для того, чтобы сделать как раз ссылку, мне нужно вот как-то вот таким вот способом сформировать вот эту вот самую линку. Ну, и для этого давайте вот так вот сделаем. Во-первых, у меня здесь уже появился link value. А, нет, там он называется link... Так, для начала нужно, видимо, откомпилировать, чтобы это появилась штука. Парам тире... Нет, просто парам link value равно... Так, нет, я неправильно написал. Насколько я помню, это должно быть вот таким. То есть, парам обязательно должно быть. А link value... В общем, вот так вот можем нажать его 12, наверное. Нет, не можем. Смотрим. Link value, string public, все есть. Build. Так, тут можно свернуть. Ага, и здесь нам нужно передать какую-то строчку. Ну, давайте как-нибудь вот так, что ли, передадим. Да, параметр сработал. Значит, вот это вот будет и линка, который мы скопируем. Но для того, чтобы нам ее сформировать, я могу воспользоваться url action link. И мне здесь нужно... Что подставить? Action у меня будет show, запятая. Дальше у меня должен быть контроллер. Это будет в кавычках я напишу facts. И мне нужно сюда передать new, видимо... Так, надо проверить еще раз, чтобы я вас опять не обманул. Ну, здесь у меня show идет... Где он? ID. Значит, GUID. ID равно... Ну, в моем случае как раз model. Ну, то есть я сюда получаю как раз GUID, и мне наружу должен стоять model. Ну, и теперь надо как-то это все проверить, что это заработало, что линка генерируется правильно. Сейчас запустим и проверим. Так, давайте нажмем на ссылку. Так, у нас еще здесь какая-то фигня. Давайте, чтобы она не мозолила глаза, ее тоже отключим. Компонент Razer. И, в общем-то, вот эту вот штуку можно вообще все убить. Она теперь не нужна. Я ее зря сворачивал, тратил ваше время. Так, и по нажатию у меня должно это все ба-бах-ба-бах. И давайте еще раз проверим. У нас есть interrupt. Мы приходим, нажимаем, invoke. Здесь у нас есть clipboard. И мы возвращаем return. То есть никаких действий не производим. Так, давайте запускать. Так, мы делаем только копирование. Но нам же нужно еще проверить, что скопируется. Так, давайте нажмем скопировать ссылку. Я нажал. Она скопировалась, видимо. Сейчас я открою текстовой редактор. Ctrl, ой. Ctrl V. Да, ссылка скопировалась. Но я не увидел сообщение о том, что она скопировалась. Давайте еще раз. И почему-то меня редиректнуло туда. Обратно на эту ссылку. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Итак, show facts. Еще раз. Идем в компонент. Здесь у нас interrupt. А, это мы копируем. Нам нужно тогда еще раз сказать. Inter. Об. Show. Тост. И скажем вот такую штуку. Ну, во-первых, сюда мы как раз передадим. Так. Где она? Value. Это то, что мы скопировали. Запятая. Здесь напишем такую штуку. Ну, скопировано. Ну, скопировано. Давайте напишем. Ровано. И запятая. Пусть будет success. Ну, что типа успешно скопировано. Так. И здесь нужно сказать все. Сейчас мы должны увидеть информацию зелененького цвета о том, что мы скопировали. А чтобы ссылка не ходила никуда. Ну, можно, во-первых, это сделать не с ссылкой. Самый простой вариант, на мой взгляд. Ну, а с другой стороны сделать он клик, чтобы она никуда не ходила. Потому что ссылка как раз ведет туда. Да. Она не успевает отработать. Потому что давайте пока на время оставим вот так вот. Что это будет не ссылка. Мы сделаем обратно это спан. Еще раз проверим. Надо проверить, что это все работает. А потом уже заниматься украшательством. Нажимаем. У нас уже нет ссылка. Ну, и как видите, оно все работает. Собственно говоря, я, наверное, так и оставлю. У меня, в принципе, все устраивает. Открываем. Ctrl V. Нажимаем Enter. И попадаем как раз на эту штуку, которая была и скопирована. Мне кажется, все получилось. Давайте проверим на другом факте каком-нибудь. Ну, вот на этой странице. Нажмем. Скопировать. Ну, отлично. Правой кнопкой. Вот сюда. Да. Enter. Ну, как видите, все получилось. Все работает. В общем, теперь можно завершать видео на самом деле. на самом деле. Ну, единственное, наверное, что я бы сделал. Вот это вот убрал. Вот здесь вот, наверное, на русском языке напишу ссылка. А здесь вот таким вот образом title напишу скопировать ссылку на факт. на факт. На факт. На факт тоже можно ссылки копировать. Ну, в общем, чтобы это было хоть как-то красиво. В общем, на этом я, наверное, сегодня остановлюсь. Я благодарю вас, что вы досмотрели видео до конца. Большого спасибо. Будут вопросы, пишите. Постараюсь ответить. Ну, и в общем, наверное, всего доброго и пишите правильный код. Пока. Пока.